МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Напали на полицейских и отобрали у них оружие. Чрезвычайное происшествие зафиксировали вблизи одного из блокпостов в Голосеевском районе столицы. Вооруженное подкрепление вызвало киевлянка, которую остановили для проверки документов. После того, как правоохранители усомнились в их подлинности, женщина позвонила своему мужу. И уже через считанные минуты вместе с ним на блокпост приехали 20 мужчин с автоматами. Они окружили полицейских, заставили отдать амуницию и бежали в бровары. Главу группировки в конце концов задержали. Ему грозит от 9 до 15 лет за решеткой или пожизненное заключение. ВСУ сбили российскую крылатую ракету, летевшую на гражданские объекты Хмельницкой области. Вражеский снаряд был уничтожен ракетой класса «Воздух-воздух», выпеченной из украинского истребителя, сообщают в воздушном командовании «Запад». В вооруженных силах добавили, что с начала полномасштабной войны России против Украины силы обороны сбивают все больше российских ракет, используя все имеющееся вооружение, в том числе переносные зенитно-ракетные комплексы. В вооруженных силах Украины появился легион «Свобода России». В него принимают добровольцев из числа бывших русских военных. Первые подобные регионы уже начали индивидуально дополнительную подготовку, в частности, под руководством инструкторов ВСУ, изучают ПТРК НЛО. По словам командиров российских добровольцев, их первая цель – так называемые «цепные собаки» режима Путина – «кадыровцы». В «Свободе России» также сообщают, что уже начали получать финансовую помощь как от россиян, так и от иностранных граждан. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил английскому правительству, что намерен передать Украине более смертоносное вооружение, ведь Путин может прибегнуть к эскалации. Об этом сообщает издание «The Times» со ссылкой на собственные источники в Кабмине Великобритании. В то же время начальник штаба обороны адмирал Тони Радокин заявил, что конфликт перерос в более традиционную войну, поскольку Украина перешла от попытки дать отпор российским войскам к удержанию и отвоеванию территорий. Таким образом, Британия переходит к новой фазе поддержки нашего государства. Германия готовится остановить поставки газа из Российской Федерации. Запустили режим раннего предупреждения. По словам министра экономики и вице-канцлера Роберта Хабика, такое решение принято из-за того, что Россия продолжает требовать оплату за газ в рублях. Такой шаг первый из трех и предполагает создание кризисной группы для предупреждения возможного газового кризиса. По официальным данным, газовые хранилища Германии сейчас заполнены приблизительно на 25%. Граждан призывают сократить потребление голубого топлива, поскольку страна попробует избавиться от зависимости от газа из России. Хваленые санцепеки, которыми пугали украинцев и даже снимали одноименный пропагандистский фильм, теперь стоят брошенные на полях Харьковщины. Колонна захватчиков двигалась в одно из сел и получила достойный ответ от наших защитников, сообщает в 93-й отдельной механизированной бригаде «Холодный Яр». Окупанты начали разбегаться и разворачивать технику в сторону российской границы. Впрочем, в тылу их уже поджидали холодноярцы. В конце концов, россияне бросили санцепек и бежали с поля боя, что только пятки сверкали. Договор о капитуляции Украины будет висеть разве что в музее. Глава украинской делегации на переговорах Давид Арахамия заявил, что сохранит документ, который российские делегаты привезли на первые мирные переговоры в Беловежской пуще. На бумаге ультиматума России заявление о нашей капитуляции. По словам Арахамия, экземпляры теперь у него и ждет своего времени. И, конечно же, не для подписи, а для того, чтобы стать экспонатом в музее истории нашей победы.